Всем привет, ребята! С вами Леон Хелд и мы продолжаем наши приключения в городе Бравлер, в Бравлтауне. Как вы помните, в прошлой серии мы с Августом Спраутом решили посмотреть, чем тут занимаются кевлонцы. Офигеть просто! Это что они сделали? Они эту штуку, оно вытащили из горы. О, наш бог! Мой спаситель! Что за фигня у них тут происходит, ребята? Пойдемте посмотрим поближе. Ребята, здоровчики! Здоровчики, здоровчики! Это что они? Этой штуковине поклоняются? Август Спраут! Это что такое? Ты посмотри! Это похоже на какую-то... Ты сам все прекрасно понимаешь. Да уж, что-то мне вообще не до шуток, поэтому давай-ка ты не смейся. Больше коровка бить! Что за фигня тут происходит? Идем-ка с тобой, отойдем, поговорим. Каменщики яйцу поклоняются. Ну как, это просто ромб какой-то? Ну да, похоже немножко на яйцо. Да, конечно, что-то не так, все не так. Вы что делаете? Вы зачем этой штукой не поклоняетесь? Какую-то фигню сделали, столбы какие-то. Я же показывал тебе пророчества. Ну а зачем вы поклоняетесь-то? Мы должны поклоняться нашему спасителю, чтобы у нас не было бед. Чего? Какие беды? У вас когда в последний раз были какие-то беды? И сколько вы еще будете поклоняться до тех пор, пока не появится спаситель? А когда он появится-то, ё-моё? Совсем скоро он дает вам знаки? Какие знаки? Ты чего? Стоят и башкой крутят. Да, есть такое. Август Праут, ты пока что за ними последи. Чё-то мне это совсем не нравится. Если ты не против, я пойду продолжу. Август Праут, ну-ка быстро иди сюда. Чё тут происходит, дружище? Я вообще не вдупляю. А как так? Почему Зевс Бул знал то, что что-то не так? Он же, когда мы с тобой были на Олимпе, он чё-то говорил про этот материал. Про эту штукуину. Какой нафиг великий спаситель? О чём они говорят? Я уже немножко побаиваюсь. Я не шарю? Ну я вот тоже нифига не шарю. Я думаю то, что нам нужно с тобой сюда отвезти Гефеста Кольта и Зевса Була. Пускай посмотрят на эту фигню. Ку-кухой поехали. Да, Август Праут, ты как всегда прав. Реально ку-кухой поехали. Я тебе скажу так. Они, конечно, всегда были немножко ку-ку. Но чтобы настолько... Беды с башкой? Есть немножко. Ладно, побежали тогда в Браултаун, потом на Олимп. Ну да, ничего нового. Леон, подожди. Да, что такое, робо-майк? А ты чё не поклоняешься этой штукойне? Помоги мне. Они заставляют тебя это делать. Чего? Как они могут тебя заставлять? Я даже не понимаю, о чём они говорят. Да, я вот тоже не понимаю, о чём они говорят. Знаки какие-то. Поклоняются какому-то спасителю. Чё за фигня? Слушай, тебе нужно как-то уничтожить эту штуку, но... И как я её уничтожу? Ты чего? У меня даже оружия нет. Просто если я начну сейчас её уничтожать, то они же на меня нападут. Позови ещё кого-нибудь. С этим надо заканчивать. Ладно, хорошо. Я тебя понял. Ну всё, мы тогда скоро придём. Держись тут, дружище. А я думал, ты немножко странный. А ты нормальный вроде как. Леон, я надеюсь на тебя. Ох, ё-моё, смотрите-ка. Эль Браун чё-то подошёл, говорит. Рабомайка, ну-ка иди помогай, без тебя мы не справимся. Офигеть просто. Э, Август Праут, а ты куда убежал-то? Ну всё, быстрее бежим к Гефесту Кольту. Нужно это всё ему рассказать. Капец, чё за фигня? Вот это ужастики. Так, ладно, всё, быстрее, быстрее, быстрее. Гефесту Кольту. Так, опа, вот так вот телепортируемся прекрасно. Гефест Кольт, Гефест Кольт, дружище. Ты не представляешь, чё за фигню я сейчас видел в Кейвленде. Да, у них там просто полнейший ужас происходит. Леон, ты какой-то обеспокоенный, что случилось? Да, да, конечно случилось. Прикинь, вот эта штука, та, которая упала к ним. Они ей поклоняются. Да, говорят про какого-то спасителя. И всё такое. Это ещё чё за фигня? Спаситель? Какой ещё спаситель? Вот я и сам без понятия, какой там спаситель. Реально, они поклоняются, говорят то, что он скоро придёт. Вот и всё такое. Звучит это очень странно. Да, это звучит капец как странно. Никогда такого не видел. Кейвлендсы, конечно, очень странные бравлеры. Но чтобы настолько, я не знал серьёзно. Думаю, об этом надо рассказать Девсу Булу. Да, мы как раз таки сюда и пришли, чтобы рассказать тебе и Девсу Булу. Потому что это нужно с вами как-то обсудить. А вдруг там реально что-то страшное будет? Афинобя, а ты чё тут делаешь? Здоровчики. Вы же встречаетесь. Забыл, забыл, забыл. Ну всё, Август Праут, нужно быстрее бежать к Девсу Булу. Так, ладно, не будем вам тут мешать. Погоди. Да, чё такое? Погоди, да погоди. Посмотри, что я сделал. Офигеть просто. Нифига себе. Это чё такое? Броня? Вот это да. Так, а можно мне посмотреть? Примерить? Смотреть можно, но трогать нельзя. Эй, нифига себе. А почему это и можно, а мне нельзя? Август Праут, ребята, я единственное не померил. Ну ладно, хорошо. Не буду трогать эту броню. У меня такие принципы. Чё ещё за принципы такие? Пока Сет не будет готов полностью. А, пока он не будет готов полностью, его нельзя трогать. Я понял, хорошо. Подожди-ка. Почему он чёрный? Я ж тебе фиолетовые кристаллы дал. Гефест Кольт, ты чё из какого-то другого материала делаешь? Я долго пытался понять почему, но так и не понял. Да уж, это очень странно. И вообще всё, что происходит с этой штуковиной, которая упала на Кейвланд, очень-очень странно. Спаситель. Почему-то, когда переплавляешь фиолетовый кусок кристалла какого-то, то выходит вот такая вот тёмная броня. Чё? После переплавки он становится таким. Ладно, всё. Мы тогда побежали к Зевсу Булу. Дружище. Я продолжу заниматься бронёй, а ты беги к Зевсу Булу. Ну всё, я побежал. Да, давайте, давайте. Покедово, Покедово. Так, ладно. Нам нужно теперь как-нибудь телепортироваться к Зевсу Булу. Ребята, а пока я не дошёл до Зевсу Булы и не рассказал про эту всю ситуацию, вы можете поставить лайкусик. Да, ставьте лайк, мне будет очень-очень приятно. Да, в последнее время вы ставите очень мало лайков. Вот на последней серии вы набрали всего 20 тысяч лайков. Может быть, ребята, давайте попробуем набрать 30 тысяч лайков. И тогда, возможно, завтра будет две серии. Но не обещаю. Потому что это делается очень-очень сложно. Тебе стрелы нужны? Август Праут? Нет-нет-нет, мне стрелы не нужны. Всё нормально, у меня есть стрелы. Всё, погнали быстрее к Зевсу Булу. Поднимусь вот на эту штукуину. Так, опа, поднимаемся. И летим вот туда вот. Тогда я выбрасываю их. Август Праут? Ну, выбрасывай, они мне, в принципе, не нужны. У меня ещё есть. Я думаю, то, что мне хватит. Зевс Бул, Зевс Бул, дружище, ты где там? А где Зевс Бул, не понял? Стоп, подождите, это Афродита Пайпер? Да, это Афродита Пайпер, точно. Путаю их постоянно. Они как будто сестрички, богини. Ой, привет. Да, здорово, а слушай, там такое происходит в Кевленде. Дружище, я тебе сейчас такое расскажу. В общем, они там поклоняются какой-то штуковине. Да, та штуковина, которая упала в Кевленде. Чего? Говорят про какого-то спасителя. И всё такое. Я думаю, ты должен это знать. Как в воду глядел, знал, что будет что-то неладное. Реально, как всегда, как в воду глядел. Можно больше деталей? Ну, смотри, они поклоняются, кричат то, что спаситель, приди, спаси нас от всяких зол и всё такое. Да, очень странная штуковина. Как выглядело то, что к нему упало. Ну, такой ромб, что-то похожее на яйцо. Какая-то фиолетово-белая штуковина. Никогда не сталкивался с подобным. Вот-вот, я тоже никогда не сталкивался с этим. И к тому же Гефест Кольт с самого начала говорил то, что это не метеорит. Да-да-да, Агуст Праус всё правильно говорит. Мне однозначно нужно на это посмотреть. Вот, дружище, мы как раз-таки пришли к тебе, чтобы ты пошёл с нами и посмотрел, что там происходит. Погнали. Ну всё, тогда погнали. Нельзя медлить, идём. Ну всё, побежали, побежали. Да уж, ребята, вы представляете, не зря Зевсбул был обеспокоен. Опачки, Диметра Роза, а ты чего тут, здоровчики? О, Леон, давно не виделись. Да-да-да, куда пропал? Да там такая жесть происходит в Кейлэнде, ты не представляешь. Ну, Кейлэнд это каменные браулеры. А ты чего? Я тут подумал о наших отношениях. О, отношениях. В общем, как закончишь все свои дела, загляни ко мне в гости, нужно поговорить. Хорошо, хорошо. Интересно, а чём это она там подумала? Так, ну всё, ребята, давайте быстрее. Нужно быстрее идти в Кейлэнд, пока там ничего не произошло. Чего такое, Август Праус? Ну да, Диметра Роза, чё ты там мне сказал про отношения. Но я не думаю то, что она снова хочет со мной встречаться. Посидон Бо? О, дружище, а ты чего? Да, здорово-здорово. Тебе эта броня совсем не идёт, так что вот бери эту. Она мне совсем не подходит. Чё? Это шутка какая-то. Так блин, это же броня богов. Я не могу её одеть. А, да, кстати, Посидон Бо, чё такое? Чё за вопрос? Давай говори. Когда на рыбалку, у меня сейчас есть дела чуть-чуть попозже. А может быть, ну и вон эти дела? Нет, так не получится. С этими делами точно так не получится. Да-да-да, вот именно, Зелзул правильно говорит. Ну хорошо. А чё ты обижаешься? Ты чё делаешь? Э, зачем водой меня окатил? А куда пропал? А, убежал, смотрите-ка. Вот это да, Посидон Бо. Взял, потроллил меня немножко и убежал. Ну да, действительно, ребята, вы же сами видите, чё там происходит. Это реально какая-то жесть. Всё, быстрее побежали в Кейланд. Ну чё здесь взбул? Вот смотри, что тут за фигня происходит. Они стоят все рядом с этой штуковиной и поклоняются. Это что такое? Ну и долго вы? Август Праут, давай сейчас без этого. Они из ума вышли? Вот я тоже про это и говорю. Они совсем спятили. Я не знаю, зачем они поклоняются этой штуковине. Никогда не видел чего-то подобного. Вот-вот, я тоже ничего подобного не видел. Потому что Гефест Коль сказал, что это не метеорит. И это просто каким-то образом свалилось. Не знаю, в общем. Всё нормально? Стоят как камень. Я всё проверил. Август Праут, ну да, они камни, каменщики. Так, ладненько, чё, блин, будем делать? Может быть мы эту штуку уничтожим? Ну а чё, нас трое быстренько снесём? Да и пофиг. А чё они нам сделают? Это шкевлонцы. А вас два бога. У меня правда нет ничего, поэтому я точно им отпор не смогу дать. Нужно понять, что это и откуда оно прибыло. Согласен с тобой. Но блин, мы же не можем просто вот так вот стоять и смотреть на эту штуковину. Леон, ты забыл рассказать про пророчество? А, да, точно, пророчество. В общем, у них там есть шахти, какая-то штуковина. Они называют это пророчеством. Якобы им это оставили их предки. Написали на этой стенке, что к ним придёт спаситель и появится вот такая вот штуковина. И внутри этой штуковины тоже есть что-то подобное. Тоже какие-то знаки. Фигу знает, комната какая-то. Мне нужно на это посмотреть. Ну ладно, погнали, посмотрим на это. Побежали. Так, опа, спускаемся аккуратненько. Только нужно держаться от этого всего подальше, а то вдруг они начнут агрессировать как-то. Так, смотрите-ка, всё, сделать бы уже пошёл. Ребята, а вы что тут делаете? Видишь? Вот и прекрасно. Пойду проверю город. В пещере быстренько. Ну давай. В городе всё чисто. Вот и прекрасно. Уходите, не трогайте. Ё-моё, смотри, они спестились. О, нужно валить отсюда. Так, тихо, тихо, тихо. Вы что меня лупите? Быстрее, я здесь сбыл. Ё-моё, робо-майк, ты, может быть, что-нибудь сделаешь? Один нормальный из них. Офигеть, смотрите, они просто на меня начинают нападать. Август Праут, лупи их, лупи. Отлично. Фуф, а у меня даже оружия нет. Вот это да. Ну, у меня как бы хорошая броня. Робо-майк, ну ладно, хорошо. Тогда стой на месте. Будьте аккуратнее, а то вдруг и на тебя сейчас тоже начнут нападать. Так, тихо. Зевс Булл, ну ты что там, когда? Они что-то с ума реально спятили. Что это они так начали агрессировать, когда Зевс Булл зашёл вот туда? Вот так, Джеки, на, получается. Так, тихо. Фуф. Главное дело, чтобы они меня не убили. А то это реально будет как-то не очень круто. Ё-моё, вот это да. Нормально так лупим. Фраут, не лупи их, быстрее валим отсюда. Вроде как прокатило. Да уж, что за фигня была, ребята, вы где? Вот это да, вы видели, как они начали агрессировать после того, как ты Зевс Булл туда зашёл? Ну что, ты посмотрел что там? Фуф. Да уж, вот тебе и фуф. Огромный такой фуф. Я запомнил, что там было написано. Теперь это нужно перевести. Похоже на один из языков, который я знаю. Ага, и что за язык? Почему-то мне кажется, что это было не пророчество, а проклятие. Ё-моё. А я-то думаю, почему такая странная броня? Почему они такие странные? О, да, уж что-то намечается. Явно что-то интересное. Им всем хана? Думаешь? Ладно, нам нужно в любом случае их спасти. Потому что если это проклятие, то точно ждать беды. Минус один город каменщиков. Нужно что-то придумать. Тогда побежали на Олимп и там переведём, что там было написано. Ох, надеюсь, что это не проклятие, какое-нибудь серьёзное. Что-нибудь такое простенькое, да? Ну а что, какой-нибудь появится новый злодей, мы быстренько его кокнем. И всё нормально будет. Ладно, ребята. Думаю, на этом серию можно закончить. Спасибо большое, что её тоже смотрели. Обязательно ставьте ваши лайки. Мне будет очень приятно. Давайте попробуем набрать 30 тысяч лайков. И тогда, возможно, завтра будет две серии. Я прям постараюсь, постараюсь. Да, вам, ребята, просто тыкнуть лайкосик. А мне будет очень-очень приятно. Да, ребята, а также пишите в комментариях, что за фигня тут происходит. Реально, пишите ваши догадки. Мне будет интересно почитать. Вот. А также подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть первыми. Ну а с вами был Лёночек. И всем удачи всем. Пока-пока, ребята. Пока-пока.